Божьи слова на каждый день Я готов продолжать работу, которую я должен выполнить с вами, даруя вам мою последнюю милость, чтобы вы могли получить от меня пользу и обрести славу, которой в вас нет и которую мир никогда не видел. Я работал на протяжении стольких лет, и все же никто из людей никогда не знал меня. Я хочу рассказать вам секреты, о которых не рассказывал никому другому. Среди людей я был духом, которого они не могли видеть, духом, с которым они никогда не могли контактировать. Поскольку моя работа на земле проходит в три этапа – сотворение земли, искупление и разрушение – я являюсь среди них в разное время, никогда публично, чтобы выполнить свою работу среди людей. Впервые я пришел к людям в период искупления. Конечно, я пришел в еврейскую семью. Следовательно, первым, кто увидел Бога, сошедшего на землю, был еврейский народ. Причина, по которой я выполнил эту работу лично, заключалась в том, что я хотел использовать свою воплощенную плоть как жертвоприношение за грех в моем труде искупления. Поэтому первыми, кто меня увидел, были евреи периода благодати. Тогда я впервые работал воплоти. В период царства моя работа заключается в завоевании и совершенствовании. Поэтому я вновь выполняю работу пастырствования воплоти. Это второй раз, когда я работаю воплоти. На двух последних этапах работы люди входят в контакт уже не с невидимым и неосязаемым духом, а с личностью, которая и есть дух, реализовавшийся воплоти. Таким образом, в глазах человека я вновь стал человеком, который не выглядит и не воспринимается как Бог. Более того, Бог, которого видят люди, не только мужчина, но и женщина, что особенно поражает их и приводит в замешательство. Снова и снова моя невероятная работа сотрясает прежние верования, существовавшие на протяжении многих и многих лет. Люди потрясены. Бог — это не только святой дух, тот самый дух, семикратно усиленный дух, всеобъемлющий дух, но также и человек, обычный человек, на редкость обычный человек. Он не только мужчина, он еще и женщина. Они подобны в том, что оба рождены в человеческий мир, но разница в том, что один был зачат от святого духа, а второй рожден как человек, но взят напрямую от духа. Они подобны в том, что обе воплощенные плоти выполняют работу Бога Отца и отличаются тем, что один выполняет работу искупления, а второй — работу завоевания. Оба представители Бога Отца, но один — Господь искупления, исполненный благости и милосердия, а второй — Бог праведности, исполненный суда и гнева. Один — верховный главнокомандующий, дающий начало труду искупления, а другой — праведный Бог, совершающий работу завоевания. Один — начало, второй — конец. Один — безгрешная плоть, второй — плоть, которая завершает искупление, продолжает работу и никогда не касается греха. Оба — один и тот же дух, но обитают в разной плоти и рождены в разных местах. И они разделены несколькими тысячами лет. В то же время их работа взаимно дополняет друг друга, никогда не конфликтует и может быть озвучена на одном дыхании. Оба — люди, но один — мальчик, а второй — девочка. На протяжении всех этих многих лет люди видели не только духа и не только человека, мужчину, но и много того, что не вписывается в человеческие представления. И таким образом они никогда не были способны постигнуть меня. Они продолжают наполовину верить в меня и наполовину сомневаться, словно я существую и в то же время представляю собой иллюзорную мечту. Именно поэтому до сего дня люди до сих пор не знают, кто такой Бог. Действительно ли ты можешь описать меня целиком в одном простом предложении? Ты действительно осмеливаешься говорить, «Иисус — никто иной, как Бог, а Бог — никто иной, как Иисус?» Ты действительно настолько самонадеян, чтобы говорить, «Бог есть не что иное, как Дух, а Дух есть не что иное, как Бог?» Ты комфортно чувствуешь себя, говоря, «Бог — это просто личность, облеченная в плоть». Тебе действительно хватает смелости утверждать, что образ Христа — это просто великолепный образ Бога. Ты способен подробно объяснить Божий характер и образ, опираясь на силу своего дара к слову. Ты действительно смеешь сказать, «Бог сотворил только мужчину, а не женщину по своему образу и подобию». Если ты так говоришь, то ни одна женщина не может быть в среде моих избранных, не говоря уже о том, чтобы женщина была видом среди рода человеческого. Итак, ты действительно знаешь, кто такой Бог? Бог — это человек? Бог — это Дух? Действительно ли Бог — мужчина? Может ли только Иисус совершить ту работу, которую я хочу выполнить? Если из вышеперечисленного для описания моей сущности ты выбираешь что-либо одно, то ты чрезвычайно невежественный верующий человек? Если я работаю в воплощенной плоти только один раз, то можете ли вы заключить меня в рамке? Действительно ли тебе достаточно одного взгляда, чтобы разгадать мою сущность? Можешь ли ты действительно постигнуть меня во всей полноте, благодаря лишь тому, с чем ты столкнулся в собственной жизни? И если во время двух моих воплощений я выполняю одинаковую работу, как вы станете меня воспринимать? Оставите меня навечно пригвожденным ко кресту? Может ли Бог быть так прост, как ты о нем говоришь? Субтитры создавал DimaTorzok